И всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Даналя, и сегодня у нас очередное обновление в Star Stable Online. Посмотрим, что же к нам приехало, какие скидки нам добавили на этой неделе, и кое-что кроме этого, что можно было бы добавить в отдельное видео. Так что давайте устраивайтесь поудобнее, седлаем своих коней и поехали! К нам вернулись дикие лошади Юрвика, которые добавлены теперь на ранчо Старщайна. Напоминаю, что... точнее не дикие, а лошади Юрвика, это не когда к нам приезжают какие-то лошади. Это Гильермо Гадея снова с нами, он привез нам новые скачки, которые очень странные. В этот раз они предназначены для квартахорсов, пейнтхорсов, а также для кучерявой лошади. Ну и еще, так как этой же породы, в этой скачке могут участвовать Том Хофф или Хайдрон, это магические лошади этой же модельки. Надо сказать, что скачка очень-очень сложная, тем более для лошади мелкого уровня, непрокаченной, да еще и без подков. Я еле-еле кое-как прошла эту гонку с первого раза по заданию. Со второго раза, кстати, я ее провалила, вот, поэтому, может быть, первый раз было очень везучей, я смогла ее пройти практически без ошибок. Ну, в принципе, гонка очень интересная, если вы ненавидите повороты, у вас есть два варианта. Вы либо не проходите эту гонку, либо вы ее проходите ради совершенствования своего навыка поворота, чтобы в других гонках вам было легче выворачивать в разные стороны. Это большущий плюс этой гонки, я вам советую. Единственное, жалко, что эта гонка дает всего лишь 150 XP опыта лошади, я думала, будет 200 с чем-то, 250. Это было бы большим плюсом, как бы, и мотивацией для ежедневного прохождения данной гонки, но, к сожалению, почему-то нам так не сделали. Вот, так что можете, кстати, бегать либо одна, либо с другом, потому что в этой гонке вы видите все друг друга. Это, я считаю, тоже плюсиком, так что можно погоняться от души. Вот, так что, да, гоночка вот такая вот к нам добавлена. Также, если кто не видел, то на сайте Star Stable, а также в Инстаграме, в Твиттере разработчики разместили вот такую карту о 5 месячных планов обновления на месяц. Так что на следующей неделе нас уже ждут новые исландские лошади и новые уздечки, которые, кстати, я даже не знаю, что я больше жду, исландцев или уздечки. В общем, да, вот 150 СК, шиллингов, точнее, и 250 опыта. Но, ребята, самая важная новость, от которой я просто впала в шок. И теперь, ребята, в этом обновлении я еще в этом видео устрою и покупку лошадей. Неожиданный поворот. Объясняю разработчики, я не помню, то ли это впервые в жизни, то ли не впервые, но я не помню, сделали скидку на лошадей. Итак, по 1 декабря, это будет среда обновления Startable, у нас неожиданно стоит здесь Quater Horse 10 уровня из приложения. И продается так же, как и все, со скидкой 20%, и поэтому сейчас он стоит 713 СК. Он доступен с нулевого уровня, уже 10 уровнем, и за 713 СК. Несмотря на то, что я его уже вырастила в приложении, я думаю его купить прямо здесь в игрушке, но... И еще один поворот, скидка на лохматиков, ой, на кучерявых лошадок. Я думаю, все помнят ненависть Каролины к этим лошадкам, но я всегда мечтала за вот такие деньги просто, вот эту породу взять две масти. Это пегу и беженьку, вот такую вот. А на эти скидки есть? Нет, на этих скидках скидок нет, жалко. В общем, я вообще-то думала взять только Quater Horse, но, ребята, может кого-нибудь одного взять? Может тебя? Или тебя? Вот у меня всегда был вопрос, я их очень сильно хотела, я не понимаю, почему я их раньше всех не купила. Помню, я еще и рыжего хотела, но что-то как-то рыжий ушел мне на второй план. А вот действительно, почему я никогда не покупала вот эти две масти? Они же мне так нравились. Может быть сейчас они мне стали как-то больше нравятся. Серые мне никогда не нравятся. Нет, вот я возьму. Я не хотела тратить СК, честно, но раз скидка, и раз СК есть, почему бы и нет? Давай подумаем, как тебя назвать. А что, кучеровой ваниль неплохо смотрится. Пожалуй, так и назову. Берем. Неожиданно в обновлении еще и покупка лошадей. Я думаю, в этот раз обложка этого видео будет просто вся зарисована лошадками, надписями. Мол, обновление плюс покупка лошадей. Так, давайте теперь перейдем к этой сладкой кучеровой булочке. Ой, боже мой, розовый носик. Как же я эти розовые носики обожаю. Так, а вот надо подумать, как тебя назвать. А что, такое мне, я думаю, подойдет. Так, и еще одна покупка лошади. Ну, ребят, кстати, такая достаточно новая порода за такую цену. Почему бы не взять? Да, я вот сердечко тут рисую. Будем считать, что вы его увидели. Так что, иха, с покупочкой двух лошадок, но это же еще не все. Я все-таки думаю, надо купить этого коня. И, кстати, только после этого обновления я поняла, что здесь не хватает одного квотерхорса, который куда-то потерялся. Я так понимаю, вместо него сюда поставили этого квотерхорса, а про место для того квотерхорса забыли. Так, как бы тебя теперь назвать, надо подумать. Я думаю, железный сокол ему идеально подойдет, поэтому мы покупаем третью лошадь за это видео. Да, несмотря на то, что у меня есть диска, мне, видимо, придется сесть на лошадину покупочную диету. Наверное, но не факт, так как на следующей неделе новые лошади и уздечки. Так что, давайте посмотрим в конюшне, как же смотрятся мои новые лошадки и пощупаем их вместе с вами. И вот мы в конюшне, уже телепортнулись, и... Ура! Вы просто посмотрите. Я его вырастила, по-моему, в тот же день. Но, я имею в виду, в тот же время, когда его добавили. До сих пор я его не купила. Это судьба. Вот эти вот кучерявые пусечки. Меня до сих пор, правда, раздражают анимация их... Свечки, но неважно. Такие розовые носики. О, боже, у меня теперь, не считая магиков, у меня 4 кучерявые лошади. Ой, ну, ребята, это, конечно же, намного лучше, чем было когда-то. Но вот эта долгая свеча, все-таки... Она, конечно, меня мучает. Не дай бог, куда ты врежешься. Не дай бог, она встанет на дыбы. Это все, это надолго. Но рысь, по сравнению с первым, скажем так, выпуском этой лошади, когда ее только-только добавили, они, разумеется, ее подкорректировали. И стало все намного лучше в плане рыси. Но не в плане свечки. Нет, свечка интересная, но просто она долгая. И это единственная лошадь с такой долгой свечой. Поэтому я очень рада покупке этих лошадок. Прям безумно-безумно полна и счастья. Так что на этом обновление подходит к концу. Но на следующей неделе, я уже сказала вам, у нас будут обновленные исландские лошадки. Поэтому будем ждать, будем радоваться. И новые уздечки мы тоже будем ждать. Скидка на лошадок, напоминаю, она будет до 1 декабря. 25% на квотерхосов. И 40% скидки на кучеровую лошадь. Так что если вы когда-то думали о покупке этой лошади, и у вас есть эска, я советую вам пойти и сделать это. Так что спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, пишите комментарии. И не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. И до встречи в следующих видео. До встречи в следующих видео.